Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях удивительная семья. Ну, скажем так, часть семьи, потому что, наверное, если поднять всю родословную, то и стола бы нам не хватило, чтобы всех пригласить. У нас в гостях семья Алёшкиных, точнее, представители семьи. Это Юлия Алёшкина, мама, которая пришла сюда вместе со своим сыном Ярославом Алёшкиным. И не просто сыном, а с победителем проекта «Люберецкие звёзды», который уже довольно-таки продолжительное время проводится в городском округе Люберцы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот сразу видно, что мама с сыном пришла замечать. Давайте начнём с того. Юля, кто имя-то Ярославу придумал? Но имя Ярослава придумал папа. Так, папу у нас зовут? Алексей. Алексей. То есть вы Ярослав Алексеевич? Да. Отлично. Так, сколько вам лет, Ярослав, сегодня? Мне 10 лет. 10 лет. И в 10 лет человек становится победителем проекта «Люберецкие звёзды», за что он получает в качестве приза очень известный телефон, даже не телефон, а целая технология. Скажите, за что вам дали такой подарок? Что вы такое сотворили? Я загружал в сайт очень много разных грамот по танцам, по стихам. Я даже не думал, что я выиграю, но выиграл. Я очень рад. То есть вас родители заставляют и танцевать, и стихи при сайте, да? То есть вам не дают даже отдохнуть, наверное, бедно? Нет, я очень люблю все свои дела. Я люблю танцевать, это стихи. А чего танцуете? Какие танцы? Бальные? Спортивно-бальные танцы. Спортивно-бальные. Какое любимое направление? Ну, там, самбо, латино. А больше люблю, конечно, латину. Латину. И, безусловно, много всяческих качеств необходимо для того, чтобы стать победителем проекта «Люберецкие звёзды», потому что это совокупность успехов человека. И, в общем-то, это такой уникальный, да, Юля, проект, потому что, ну, не то, что там, например, спел где-то один раз удачно и выиграл. Как вы попали в проект? Вот ваша, так сказать, семья попала в него? На самом деле тоже мы проект-проект долго не знали, потому что Ярослав участвовал большое количество раз на протяжении многих лет в различных направлениях, в различных проектах и получал грамоты. Но, тем не менее, конечно, выступал за наш округ «Люберцы», но, тем не менее, как бы я понимала, что о нём никто не знает. То есть грамоту получили и в ящик? Ну, как вы и сказали, в ящик, в папочку, кубок на полку. Ну, как бы душу греет. А оказалось, что вот я была удивлена, что есть такой грамот, что есть такой проект, мы узнали из Инстаграма, просто какой-то рекламный встретился, такую запись рекламная, и там было написано о том, что вы можете, соответственно, поделиться своими достижениями. И, ну, честно говоря, даже не знали, что можно выиграть, но стать победителем. То есть мы... Просто появилась какая-то возможность... Возможность показать себя. Я понимала, что это возможность показать Ярославу, что он умеет, что он действительно имеет такую чёткую позицию, представляет на всех конкурсах «Люберцы», и проявить себя. Безусловно, ребёнку хочется... Да и любому человеку, наверное, хочется какой-то ответ за то, что он делает. Хочется... Ну, тем более в таком возрасте, в таком возрасте. И нам-то самим хочется признания и благодарности. И, ну, мы, честно говоря, до конца не верили, я им особо не говорю, потому что здесь работа, конечно, на родителях, потому что нужно отсканировать грамоту, отправить... Сколько грамот-то у вас? Сколько грамот? У меня 200 грамот. Сколько? Я даже не знаю, сколько, но вроде больше 200 грамот. 200 грамот? Нет, у меня точно не 200, но 200 грамот. Я даже за хорошее поведение, что ли, каждой четверти грамота за хорошее поведение? Или за танцы, за стихи, за... Да, за танцы, за стихи, многое другое. Ну, многие, конечно, ваше... Так это 10 лет. Если каждые 10 лет получать по 200 грамот, то... Ну, это не за 10, конечно. Ну, на 10-летней, да, мы сейчас говорим? Это какая-то сумасшедшая цифра. А самая любимая грамота есть? У меня все мои любимые грамоты, но больше всего я люблю моё семейное реликвие. О, что такое моя семейная реликвия? Ну, это ещё один проект всероссийский, где он, конечно, у нас, этот нас попросили, предложили поучаствовать в школе. Соответственно, сначала он прошёл школьный этап, далее он победил. Мы два раза участвовали. Два раза он становился победителем на муниципальном округе, где мы рассказывали о своих реликвиях. Семья у нас достаточно богата семейными реликвиями, можно ещё не один раз участвовать и рассказывать. Но один, может быть, мы неправильно немножко выбрали направление, мы не прошли. Там именно, это всероссийский проект, то есть это муниципальный, областной этап и потом уже всероссийский. Ну, много претендентов на выход в дальнейшую. Безусловно, но всё-таки направление, наверное, больше патриотическое и больше связанное с войной. Поэтому через год, один год мы пропустили, и мы готовили именно про второй свою семейную реликвию. У нас звезда-героя нашего прадеда, соответственно, моего дедушки. Но человека мы не знали, потому что, ну, так сложилась судьба после войны, он ушёл из семьи. Наверное, потом мы поняли, что это была военная травма, он не смог остаться в семье, и ни что не знали. Ну, после войны, да, многие семьи были... Ну, знаете, конечно, никто ничего не знал. Он только при встрече маленькой моей маме отдал в руки вот эту звезду, ну, что вроде. И вот мы вокруг этого и написали эссе, и потом, как оказалось, мы долго пытались найти, где он, что дальше с ним произошло. Архивы были тогда засекречены, и в советское время мы не смогли. Моя семья сначала этим занималась. А вот потом, чисто случайно, мы узнали тоже вот так вот вскользь сайти, поисковых сайтах... Ну, где можно найти, да, наградные листы и всё. Да, и мы нашли то, что прадед был. Что за подвиг-то был? Вы его знаете? Там же написано, за что давали, да, Ярослав? Да, безусловно. За что дали звезду? Он спасал людей, он шёл по минному полю. Но он командовал батальоном и ввёл в атаку за собой вот этой своей группой, обеспечивал проход пехоты по минным полям под Ленинградом. Похож на подвиг? Не похоже на... Даже вот если эти наградные листы посмотреть, я думаю, что многие смотрели, я тоже в том числе вот в этих поисковиках, а там бывает очень сухая информация. Ну, да. Отличился в бою так-то-то. А как отличился? Что? Может быть... Но вот здесь было очень удачно то, что было именно конкретики больше. И что было, как это вы отправили туда, да, Ярослав? Приняли участие и прошли дальше, да, этот этап? Он прошёл областной этап. И потом что было? Стал финалистом. А что вы сделали, Ярослав? Вы как-то описали этот подвиг, какую-то фотографию послали своего родственника? Как это выглядело, этот участие? Я сделал специальный текст сам и описал всё о моём дедушке, как мы его искали. То есть вы описали всю эту историю. Хорошо. Ярослав, 200 грамот. Ну, давайте, это грамота... Я хочу ещё понять ваше направление, да? Я обещаю, что во второй части нам Ярослав пообещал прочесть стихотворение. Правда, мы решили не своё. Потому что авторы иногда стесняются сначала свои стихи, не обработанные прочесть вслух. Но вот одного известного русского поэта мы с вами услышим. Юля, ещё такой вопрос. А вот эта организация «Люберетские звёзды», как это они вам помогали? Какова была обратная связь? Ну, нужно отдать должное, что не было какой-то сухой конкретики. Со мной общались непосредственно руководители. Потому что изначально я немного не поняла всю систему загрузки грамот, потому что грамоту загрузили. И нужно полностью описать всю ту информацию, которая есть на грамоте. А в силу того, что все люди заняты, я просто указала сухую конкретику, сократив всё возможное. То есть, ну, допустим, год, и, соответственно, что за конкурс, сократив минимум названия. И, соответственно, такая грамота должна быть аннулирована по правилам. Я это, естественно, не дочитала, потому что, естественно, опять же, нет времени прочитать все условия. И нужно отдать должное, что мне звонили, говорили, что вам нужно бы, конечно, подправить. Да, потому что, с другой стороны, я понимаю, что если просто сухо выполнять свою работу, руководитель может, все те люди, кто там работают, операторы, ну, они называются операторы по обработке достижений, то, наверное, просто бы проще было аннулировать, и всё, и не звонить, и не просить. Но, тем не менее, я поняла, что здесь достаточно человеческий подход. То есть вам было комфортно работать, не работать, а комфортно участвовать в этом? Конечно, понимаешь, что ты видишь обратную связь, что я могла что-то спросить, мне отвечали. Соответственно, да, я была удивлена, честно говоря, потому что первый раз так вот, что живое общение, мне звонили, мне писали по WhatsApp. То есть фактически вы создали сейчас для Ярослава с помощью люберецких звёзд некое творческое портфолио? Да, потому что достаточно сложно его собрать. Они лежат в грамоте, конечно, в папке. В итоге мы всё-таки, да, пришли к тому, что сложили их все, собрали. Но именно в электронном виде, оцифрованном, у нас ничего не было. И, соответственно, это заставило нас собрать всё это воедино, структурировать, что это у нас образование, здесь у нас спорт, здесь у нас дистанционные олимпиады. Сейчас мы по второй части ещё поговорим об общей направлении, потому что, видите, у нас расширяется всё время круг такого уникального у нас гостя сегодня. И вообще время сейчас такое, что, наверное, если человек захочет заняться, если родители помогут, то можно действительно многим заниматься. Ярослав, прежде чем мы сделаем паузу, у меня такой вопрос. Вот, как вы считаете, эти грамоты вам помогают как-то? Да, они меня прям поддерживают. Я чувствую, что я когда-нибудь в жизни стану хорошим поэтом, буду хорошо танцевать. Ну вы же уже хорошо танцуете, раз грамоты есть. А кем вот сейчас хотите быть? Вот если бы вам сказали, завтра вам будет 25 лет, и вы должны выйти на работу. Кем хотелось бы быть? Ну, если, смотрите, я хотел быть бы поэтом. Ну, поэты же надо как-то зарабатывать на жизнь. Сможете зарабатывать на жизнь? Ну да. А вы будете поэтом каким? Просто стихи писать или тексты для песен? Ну, я буду писать стихи. Просто писать стихи и читать. Вот такая у нас лирическая концовка первой части. Кстати, во второй мы услышим, как Ярослав читает стихи. А сейчас делаем небольшую паузу. Напомню вам, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях победитель Ярослав Алешкин, победитель проекта «Люберецкие звезды». Вот последнего проекта, крайнего, как принято говорить, в актерской среде. И мама рядом, которая пришла, Юлия Алешкина, мама нашего победителя. Юлия, а вы чем вы вообще по жизни занимаетесь? Или вот главное – это работа мамой? Ну, я, можно сказать, работаю мамой всегда, потому что я являюсь мамой большого количества детей. Сколько? Потому что я преподаватель. Я преподаватель в школе. Ребенок у меня один слой и очень много детей. А что преподаете? Иностранный язык, английский. Иностранный язык. Значит, есть грамота по английскому языку? Да. Есть. Все. Угадал. Вот вам 10 лет, правильно я понимаю? Вот 10 лет. Вам семья помогает? Вам комфортно жить? Да, мне очень комфортно. Да. Ну, а как вот? Нельзя же побежать во двор, ничего не делать, поваляться, посмотреть какие-нибудь, я не знаю, там, фильмы, мультики. Все время же надо что-то делать, к чему-то готовиться. Все время за новые грамоты идти. Когда вы отдыхаете? Ну, я отдыхаю почти всегда, но я всегда стараюсь делать все. То есть то, что вам нравится? Да, то, что мне нравится. Ну, а если вот не хочется сегодня, вы зарядку делаете утреннюю? Да, сделаю. И что, вам нравится делать утреннюю зарядку? Никогда не встречал человека, когда... А мама делает утреннюю зарядку? Да. Да? Понятно. А папа? Папа тоже делает. Когда захочет? Нет, всегда делает. Всегда делает, понятно. В общем, мы выходим, Юля, на очень любопытную тему. Можно ли вас тогда назвать идеальной семьей? Что это такая семья будущего? Ну, вы знаете, с одной стороны, я очень часто слышу такое. Ну, во-первых... Это предположение. Ну, да, но такие темы часто встречаются. И многие говорят, что ребенок нет возможности, может быть... Я не спорю, мы не так часто, он играет, допустим, во дворе с друзьями. Но у него, что я вроде бы лишаю детства и так далее. Но ничего мы, безусловно, не решаем, потому что, прибежав со школы, бросив в портфель, он говорит, так, быстренько я делаю номер по-русскому, у нас сейчас тренировка по танцам, мы едем на танцы. Или, допустим, мама, нам нужно снять видео, не забывай, у нас там еще впереди конкурс. То есть в нашей семье мы работаем так. Если ребенку нравится, мы сделаем все, чтобы это поддержать. То есть он говорит об этом, чтобы... Он говорит, да, безусловно. Но, конечно, иногда же бывают такие ситуации, когда есть момент, когда нужно поддержать, а иногда немножечко подтолкнуть, потому что, безусловно, может быть, немножечко устал. То есть мы не идем на поводу. Мы еще не бросили ни одного занятия именно в каком-то направлении. Если это театр, он иходит в три театральные студии. В три? Да. В три театральных студии. Актером хотите быть? Или вы там кем работаете в театральной студии? Я хочу... Я актером. Ага. Ну и какие вам актеры нравятся? На кого вы равняетесь? Что вам интересно в театре? В театре или в кино? Кстати, театр или кино? Что больше нравится? Больше всего нравится театр. Театр. Так. Ну и какие вам роли дают? Вы же понимаете, там же много детей-то в студии? Да, очень много детей. И разный возраст, да? Да, разный возраст. От скольки до скольки? Ну, от 10 до 15 лет. Ага. Ну и, наверное, десятилетние стоят где-нибудь на третьих ролях, да? В главных ролях это 15-летние? Да, в главных ролях. В главных? Ну, не всегда, но на самом деле в этом году ему доверили одну из главных ролей в спектакле, который они играли на Рождество. Это по мотивам Хроники Нарнии. И книги Хроники Нарнии он играл одного из, достаточно, я думаю, сложных характеров. Мальчик, который передает семью, но потом понимает. Ну, если вы смотрели Хроники Нарнии, Эдмун, да. Я понял, он играет на противоходе. Это очень сложно сыграть ребенка, который, с одной стороны, у нас семья, действительно, основной момент в жизни, это то, что главное в жизни, это семья. Семья, близкие, а потом уже все. Мне очень понравилось сейчас, вот, может быть, вы не заметили, а я прямо это услышал, когда Ярослав прям припечатал, я всегда в главных ролях. И все. Вернемся к семье. Папа, мама, понятно. Я так понимаю, что у вас есть прописанная какая-то родословная, да? Кто, откуда, куда. А зачем, как это вы решили эти заниматься? Да, ну, хорошо сказать, что родословной занимались, я еще занималась, когда сама была ребенком. У нас это действительно, да, мы прописывали родословную. До куда дошли? По-моему, у нас, да, мы недавно смотрели свою родословную, она осталась, вот эта вот схема. Но, по-моему, до седьмого колена мы дошли, с моим направлением. Это какой век-то уже получил? Сейчас уже не могу сказать. Но вот четко у нас пра-пра-пра, точно, мы все знаем, кем были. Ну, если, ну, давайте 60 лет возьмем, да, 7 на 60, это получается 420, да, то есть 4 века. 4 века, да. И на самом деле очень интересно, кстати, я всегда советую. 1600 какой-то год. Да, я всегда и детям, которые, когда преподаю в школе, говорю, что это интересно заниматься своей родословной. А как найти-то? Ну, мне повезло, по рассказам своей бабушки, прабабушки, подтверждающие документы остались. Соответственно, и поэтому, понимаешь, видишь некоторые черты в Ярославе, я вижу. То есть, если, например, прадед, мой прадед, он был купцом и, соответственно, знал 11 языков, потому что ездил на корабле в Англию и так далее. Отсюда вы, поэтому преподаватель. Возможно, возможно. Соответственно, если мой прадед, это прапрадед, мой прадед, соответственно, мой дед писал стихи, то, соответственно, вот видите, это, ну, и я тоже, в принципе, ну, как бы, кто не писал стихи в юности? Но я смотрю, что всё равно у нас ребёнок всё-таки в таком лирично-романтичном направлении идёт. Да, иногда, но вот почему-то это он выбрал сам. У нас он далёк от борьбы, от каратэ, хотя многие говорят, мальчик должен заниматься только борьбой. Зачем? Ну, во-первых, никогда не поздно. Ну, я тоже так думаю. А некоторые люди в 30 лет начинают даже, я уж не говорю про 20 там и так далее. Наш дедушка в 60 начал писать картины и ничего, хорошо пишет. То есть это неизвестно. Ярослав, ну, я так понимаю, что времени у нас немного остаётся. Скажите, а чем бы вам ещё хотелось заняться то, что, знаете, как вот всё откладываешь, 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 то, может быть, даже ещё мама с папой не знают, что вам ещё хотелось бы занять где-то первое место в чём? Я бы хотел занять первое место по спорту. А по какому? Я бы хотел занять спорт. Ну, какой вид вам больше нравится? Игровые или какие-то? Игровые больше всего нравится. А какие? Волейбол, баскетбол, футбол. Да, но волейбол и футбол – это разные вещи. То есть волейбольный человек и футбольный – это разный склад ума, нет? В футбол играете? В футбол играл. На какой позиции? Всегда стоял на воротах, иногда играл в нападающих. А, ну, как интересно. То есть либо на воротах, либо на крайних, скажем так. Мы с друзьями играли. На крайних точках. Либо впереди в атаке, либо, то есть, когда не получается, надо забивать. Когда получается, можно и на воротах постоять, чтобы… Хорошо. Хорошо. Такой вопрос. С друзьями-то успеваете пообщаться? Вот мама говорит, что вы всё-таки встречаетесь, и друзья вам не говорят, что ты так много везде участвуешь? Пойдём погуляем. Нет, они такого не говорят. Они всегда знают то, что я всегда занят чем-то. Ну, ты же сам должен сказать, что ещё у тебя друзья… Такие же, да, которые тоже активно участвуют. Безусловно. Да. Всё время кажется, что… Посмотришь, сейчас, видимо, современная молодёжь такая, вот те, кто активно занят в жизни… А это вот как в телефоне, да? Мы же очень быстро… А неактивно. Посмотришь на них, я всегда удивляюсь. Его партнёрша танцует, учит два языка, поёт, вокалом занимается, в музыкальный ходит. И я всегда удивляюсь. И по сравнению с этим, мне кажется, что мы очень мало заняты. Вы не поёте ещё? Нет. Надо начинать. Ну, ходил, ходил. Ходил. Не получилось пока? Ну, ничего, это… Можно, стихи уже напишем, а там уже и музыка подойдёт. Такой ещё вопрос. Вот вы когда вырастите, да, ведь сейчас благодаря технологиям можно много работ иметь, да, много. Вы же как будете, чем-то одним заниматься или сразу в разных направлениях хотели бы участвовать? Нет, я бы хотела в одном направлении участвовать. Ну, вот в стихах, в творчестве может быть актёр, да, может быть… Ну, понятно. А вот если родители скажут, не будешь ты стихией, будешь ты энергетиком или инженером, могут же сказать так? Что будете делать? Ну, я бы отказался быть энергетиком, я бы стал, конечно же, актёром. Актёром. Я бы доказал, что я бы хотел стать актёром. Ну, а память, например, родственники ваши сказали бы, а ты знаешь, энергетики лучше получают, у вас же будет своя семья, свой дом создавать. А актёр, знаете, получил роль – заработал. Не получил – не заработал. Ну, я знаю. Так что тут… Я к чему просто веду? Вот мне кажется, вы должны поблагодарить своих родителей и всю семью за то, что они вам дают много векторов, много направлений. И все эти направления, они могут сработать. Потому что вот мне кажется, мы сейчас действительно живём быстрее. Раньше ты пришёл на работу, отмучил 4 часа до обеда, 4 часа после обеда и пошёл. И так вот смотришь, уже тебе и пенсия. А сейчас надо жить быстро, торопиться. Может быть, у вас в танцах дело хорошее. Может быть, мы вас увидим на каком-нибудь танцевальном шоу, вы станете суперзвездой. Вот. Правильно? Но наверняка, если вы поднимете историю своей семьи, то очень многие начинали как инженеры, как люди каких-то там естественных направлений, а потом вдруг превращались… Есть такое понятие физики-лилики. Юлия, мы должны уже потихонечку идти к завершению. Вот я хочу, чтобы вы сказали другим семьям, какой, может быть, секрет есть в вашем воспитании, что вот у вас такой сын растёт, у которого 200 граммов? Или он какой-то, может быть, сверхъестественный? Да нет, мне кажется, Ярослав… Ну, для каждого родителя свой ребёнок, естественно, самый лучший вундеркент, и лучший, лучший, безусловно. Но я считаю, что… Да и секрета особо никакого нет. Мне кажется, знаете, главное – прислушиваться к своим детям, не быть доминантным, не навязывать свою точку зрения. Но это очень сложно услышать. Вот это я поняла уже с возрастом, что надо уметь слушать своего ребёнка. А на самом деле ребёнок может рассказать нам намного больше, нам самим, нас взрослых научить, чем мы его. Потому что всё-таки дети, они не просто так приходят именно к нам, и не просто так они появляются в нашей жизни в определённый момент. То есть всё имеет свои знаки и силу. Все свои знаки и так далее. Поэтому, наверное, безусловно, я всегда считаю, что надо своего чужого ребёнка, неважно, своего или чужого, просто людей рядом с собой, их надо уважать, слушать и слышать. Да, слушать, не только слушать, но и слышать. И правильно мне подогнал. Ярослав, ну а раз слушать и слышать, значит, стихотворение, как мы обещали в конце программы. Пожалуйста. Гой ты, Русь, моя родная, Хаты в ризах образа, Не видать конца и края, Только синь сосёт глаза. Как захожий богомолец, Я смотрю твои поля, А у низеньких околец Звонко чахнут тополя, Пахнет яблоком и мёдом. По церквам твой кроткий спас И гудит с закарагодом На лугах весёлых Побегу по мятой стёжке На приволе зелёных лех Мне настречу, как серёжки, Прозвенит девичий смех, Если крикнет рать святая, Кинь ты, Русь, живи в раю, Я скажу, не надо рая, Дайте родину мою. Шикарная точка в нашей программе. Спасибо огромное. Сергей Есенин, конечно же, мы знаем. Юлия Алёшкина и Ярослав Алёшкин. Замечательная семья. Один из этой семьи человек Ярослав по имени, Победитель проекта «Люберецкие звёзды», Который привёл маму сюда, к нам, в студию. Теперь уже непонятно, Мама приводит сына или сын приводит маму. Я вас поздравляю. Я желаю вам всего хорошего. И, конечно же, большое спасибо проекту «Люберецкие звёзды», Который эти звёзды замечает И помогает узнать об этих звёздах Всем жителям городского округа Люберца. С вами был Николай Пивненко В программе «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин